Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Власти Кишинева отправят в Европейскую комиссию примерно через две недели отчет о степени подготовки и скорости интеграции Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом во время передачи на общественном канале заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Вапеску. По его словам, для разработки доклада сформировано 33 группы, в которых более 500 человек, прошедших соответствующее обучение в эти дни, дорабатывают документ, передает радио Молдова МД. Значительная часть наших дипломатов, а также коллеги из всех министерств полностью подготовлены к написанию этого отчета, который мы собираемся отправить в Европейскую комиссию менее чем через две недели. И этот отчет очень важен для обеспечения устойчивых темпов присоединения к Европейскому Союзу, а также для управления процессом присоединения к Европейскому Союзу. Мы частично реорганизовали наше государственное управление. Мы создали 33 рабочие группы, которые готовят Молдову к переговорам о вступлении. Включено более 500 официальных лиц. Они разработали свои доклады к отчету для Еврокомиссии. Абсолютно все посольства будут вовлечены в продвижение нашего вступления. В Европейский Союз заявил Папеску. Он также подчеркнул, что Республика Молдова пользуется поддержкой европейских партнеров и оказывает нам всю необходимую поддержку для начала переговоров о присоединении к блоку сообщества. Премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий допустил возможность ускоренного вступления Молдовы в Европейский Союз. Об этом он сказал во время визита в Кишинев четверг, сообщает Reuters. Молдова стала кандидатом на членство в ЕС в 2022 году вместе с Украиной, благодаря прозападным амбициям своего правительства. «Я считаю, что ускоренный путь возможен. Или это будет действительно быстрый путь, или переговоры погрязнут в долгих дискуссиях. Я надеюсь, что Европейский Союз будет более открытым для Украины и Молдовы», — сказал Муравецкий. Премьер-министр Молдовы Дорин Вичан поблагодарил Муравецкого за поддержку Польши. Реформы, которые мы проводим, приближают нас к Европейскому Союзу. Несмотря на все вызовы и кризисы, мы поняли, что можем двигаться по пути интеграции в ЕС быстрее. Прозападный президент Молдовы Майосанду надеется, что ее страна сможет стать членом ЕС до конца этого десятилетия. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Республику Молдова в ее усилиях по обеспечению стабильности и безопасности в стране, ее устойчивость к внешним угрозам и интеграции в Европе, ее устойчивость к внешним угрозам и оказывать практическую помощь на пути Молдовы в Европу. Как сообщает Украинформ, это следует из текста резолюции саммита ЕС, обнародованного на сайте Европейского совета. Евросоюз будет продолжать оказывать всю необходимую поддержку Республике Молдова, подчеркнули лидеры ЕС. Как отмечается в резолюции Европейского Совета ЕС также будет поддерживать Молдову на пути к членству в ЕС, в этом контексте ЕС поручил Европейской комиссии подготовить соответствующий пакет помощи Молдовы до следующей встречи на высшем уровне. Кроме того, Евросоюз направит гражданскую миссию в Молдову, чтобы помочь стране противостоять гибридным угрозам. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает Ньюсмейкер. Боррель выступил на проходящем в Брюсселе международном форуме по партнерству в сфере обороны и безопасности имени Роберта Шумана. «Мы хотим систематически применять модель обучения и оснащения к нашим гражданским миссиям, а не только обучение». Этот подход уже дал хорошие результаты в Нигерии и Сомали. «Сейчас мы готовим новую миссию в Молдову, чтобы укрепить способность страны противостоять гибридным угрозам», – сказал Боррель. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok